Светлые гости на Светлом Радио Сегодня в рамках общего проекта «Светлые гости на Светлом Радио» Мы приветствуем представителей грузинского баптистского братства Это Ливан Ахал Мусулишвили и Вепхия Цимакуридзе Здравствуйте, братцы Здравствуйте Мы, наверное, будем говорить по-русски, потому что братья сказали, что украинские они понимают, но еще недостаточно хорошо для того, чтобы в прямом эфире говорить И поэтому я вас попросил бы как-то поприветствовать слушателей по-грузински, чтобы все поверили Я хотел вас, конечно, расспросить Я думаю, нашим слушателям будет очень много интересного Интересно услышать о христианах, о братьях и сестрах в Грузии О той обстановке, которая там сейчас Как церковь себя чувствует, что происходит Наверное, у вас какие-то дела в Украине Если это не военная тайна, может быть, вы расскажете хотя бы в нескольких словах Почему вы здесь? Стараемся Ну, во-первых, еще раз хочу приветствовать украинским слушателям, наших, ваших слушателей, которые вас слушают, которые вас любят Я так надеюсь, потому что такое название Эммануил Мы здесь находимся по приглашению Здесь проходила конференция Названием Итоги прошедших 20 лет и взгляд в будущее Эта конференция проходила Евроазиатского союза баптистов Мы присутствовали на этой конференции Так что мы присутствовали не так И как гость, и как член этой организации Мы рады, что увидели наших братьев и сестер Пообщались с ними, потому что это иногда К сожалению, не так часто происходят эти встречи Но все-таки эти встречи нам всем нужны Благодарим Господа за эту возможность Я думаю, это дает возможность просто увидеть многих братьев и сестер Как вот апостолы пишут, что те же трудности, которые с вами, они и с другими Просто когда ты их не видишь, тебе кажется, что тебе одному так вот, ты это переживаешь Да, и приятно то, что мы рассказываем, что там у нас происходит Другие рассказывают, что у них там происходит И мы смотрим, что Дух Святой работает на этой земле Прямо так и на земле, потому что мы были с разных стран Там было 12 стран, это члены этого союза И там были еще гости с Америки, гости Европейского, Паптистского союза И многие люди, которые присутствовали там, члены церкви Многие братья, сестры, обрадовались друг к другу Ливан, скажите, а можно назвать эти встречи обменом опытом? Возможен ли обмен опытом между людьми из разных стран? Может быть, разной культуры и политика в странах разная? Мы не так часто видим друг друга К сожалению, не удается в год хотя бы 2-3 раза Максимум один или один раз в год или в два Мы увидимся друг с другом или на конференции, или на семинар И каждый из нас заинтересован, что происходит на Украине Украинцы и россияне заинтересованы, что, какие события происходят в Грузии Ну и не только в церквях, но и по всей стране, да, вообще Какая ситуация, как живут грузинский народ И они нам дали 15 минут выступить Мы сделали короткой информации, что действительно происходит в Грузии И я увидел и заметил, с каким интересом они слушали И после выступления многие подходили и дополнительно спрашивали о Грузии Я думаю, что слушателям Светлого Радио тоже было бы интересно услышать из ваших уст Из уст очевидцев, людей, которые в эпицентре всех событий И сами представители грузинского народа О том, что там происходит Вас услышат не только, конечно, представители баптистского братства А представители всех конфессий, толков христианских, которые нас слушают сейчас И будут видеть по телеканалу СНЛ Во всех странах происходит что-то Тем более, когда 2-3 года не видишь Хотя бы, скажем, Украину И потом приезжаешь и смотришь что-то новое Так же и происходит у Грузии В Грузии было очень тяжелое время Вы все знаете, 3 года назад Она была вовлечена в конфликт с Россией Моя цель не в том, чтобы повторить, какая причина была этой войны Но факт то, что после каждой войны страдает народ И в том числе, особенно страдают верующие, христианы Христианам приходится быть очень трудно в этой войне Когда неверующие или даже политики обвиняют друг друга Что не я, а он виноват, россияне А что нам делать верующим? Потому что верующим образ врага не существует Для верующих Так же россияне и так же и украинцы, абхазцы, осетины Для нас это братья и сестры И, к сожалению, у нас на территории Южной Осетии Где происходили последние события войны Там были 5 церквей С братьями и сестрами, которыми мы вместе переживали радость И горы, и все, часто посвящали И после бомбежки эти были из этих церквей развалены И наши братья и сестры убежали кто куда мог Поэтому для нас не все равно Особенно приходится нам трудно после войны Ну, что есть, что делать? Жизнь есть жизнь, жизнь продолжается Я могу сказать, что в целом страна меняется И экономическая, и политическая Какой-то подъем есть экономический Но пока что до рядовых жителей пока это не доходит Но тот, кто приезжает в Грузию и смотрит Какое строительство, какие изменения структур Какие изменения в самом государственных структурах И в разное это Все удивляют себя Потому что города расцветают Города строятся Но сказать, что это влияет на жизнь рядовых жителей Пока что мы это не чувствуем Хотя чуть-чуть прибавляйте зарплаты и пенсии А с другой стороны, с политической точки зрения Страна стабилизируется И старается, чтобы после этого большого шока В котором находились люди И как бы выйти из себя в церковь Старается как бы сделать свою роль Определить свою роль в этой стране Но, к сожалению, очень трудно в нашей стране Везде, в странах ЕСНГ В большинстве странах Вы знаете, что это православные Как бы имеют особый статус Государственный статус В Грузии то же самое Но в отличие от других стран В Грузии существует воинствующая Агрессивная и православная Это, к сожалению, мне приходится Это констатировать И очень трудно приходить Грузинским братьям, сестрам По вере протестантам Для наглядности я скажу Что мы не имеем права Раздавать литературу Или проповедовать свободно На улице или где-нибудь в помещении Это называется Так как прозелитизм Но все-таки нам удается На уровне индивидуальности Ознакомить людям Неверующим И рассказать об Иисусе Христе И все-таки церковь растет Бог, мы видим, что Даже в трудных обстоятельствах Даже в таких ситуациях Какая находится в Грузии Бог не забывает наш народ Светлые гости На Светлом радио Скоро закончится сон А ты так и не успел Сказать нет Скоро закроется дверь А ты так и не сумел Найти след Жизнь — это просто игра Ты верил этим словам Так долго Но вновь просыпаться и знать Что скоро погаснет экран Так больно Когда сжигают мосты Закрой глаза и плыви Когда земля из-под ног Отдайся небу лети А там, где поставили крест Я посажу Дерево И пожечу Живи Не уходи Вернись Не умирай Молодым Все молчат А ты Ты не молчи Кричи Ты сможешь Пусть страшно И темно Помни, что жизнь Всего Дороже Жизнь — это не игра Ты понял эти слова Так просто Пусть все молчат А ты Кричи Стучи Пока Не поздно Когда сжигают мосты Закрой глаза и плыви Когда земля из-под ног Отдайся небу лети Только живи Живи Светлые гости На светлом радио Хотел вас расспросить О, ну, знаете, все-таки Третье тысячелетие И сейчас очень много говорится Об, ну, скажем Кто-то это называет Экуменизмом А кто-то говорит Просто о библейским термином О единстве Об этой молитве Иисуса Христа Пусть они будут все едины Хотел бы От вас услышать Как с этим обстоят Дела в Грузии По крайней мере Ну, скажем Представители разных Протестантских Динаминаций И существуют ли Какие-то встречи С целью Там тоже делиться опытом Сотрудничать Какие-то общие проекты Устраивать Все христиане Призваны к миру Мы Год назад У нас было Посвящено По этой теме Специальная встреча Можно сказать Это как Семинар был И многие Задавали вопрос Тоже Как мы должны Относиться К другим конфессиям К другим Церквям Там определилось Три степени Такое Отношение К другим Это Мирное Сосуществование К тем Христианам Которые Отдалены По вере И по Вероучении Нам И Второе Есть Дружба Дружеское Отношение К церквям Которые Ну Также Веруют Христа И Служат Ему Ну Каким-то Образом Отличаются По Служению Или В некоторых Вопросах Те Церкви Или Динаминации Которые Одинаковые В основном Такое же Вероучение Как у нас Мы Имеем Единство Светлые Гости На Светлом Радио Наши Гости С Грузии Это Братья Ливан И Вепхия Я бы Хотел Если Можно Чтобы Вы Рассказали О том Как Вы Пришли К Вере Может Быть Вы Вы Выросли В Семьях Верующих А Может Быть У вас Было Такое Ну Как Это Говорится Павел Или Тимофей Да Один Вырос В Семье Верующих Родителей А Другой Пережил В принципе Тоже Был Верующим Но Пережил Что-то Очень Колоссальное У меня Матя Была Верующая Ортодоксальная Она Верила Самого Бога И Каждое Воскресенье Сожигала Свечки Я Не знал Что Это Такое Что Значит Но После Того Как Я Это Видел Наверное У меня Была Вера Я Просто Это Не Осознавал Сам Но Когда Мне Что-то Нужно Было Я Всегда Господу Просил И Он Всегда Выполнял Но В конце Вот Где-то В 91 Году У меня Была Там Большая Проблема Я Уезжал С Грузией И Не Хотел Возвращаться В мою Страну Так Случилось Что У меня Там Погиб Друг Я Высвободился Поехал Ну Освободился От Работы Я Говорю Обратно Приеду Я В России Тогда Жил Я Уехал Ну Так И Остался В Грузии Никогда Уже Не Возвращался На Россию Ну В Течение Двух Трех Лет Я Встречался С Дьяконом По местной Церкви Паптистской Церкви Мы Как бы Обсуждали Можно Сказать Что Я Даже Насмехался Над Этими Людьми Что Вы Делаете Почему Людей Голубу Морочите Неправильно Ну А Человек Терпеливо Терпел Меня И Разговаривал Со мной Только Говорил Слово Божие Это Было Продолжалось Около Двух Трех Лет И Потом В конце Он Сказал Что Возьми Говорит Новый Завет Прочти И Говорит И Потом Мы Поговорим С тобой Я Так И Служ Так И Сделал Я Купил Этот Новый Завет И Стал Его Читать Стал Читать Течение Трех Дней Я Не Отпускал Эту Книгу Можно Сказать Что Читал Днем И Ночью И Тогда В эти Дни Я Покаялся Но Уже Решил Что Пойду В Церковь Но Когда Я Решил Что Пойду В Церковь Да У Меня Я Думал Что Мне Нужно Ити В Церковь Но Прямо Куда Что Мне Приходило В Голову Это Было В Афтийская Другое Место У меня Не Был Появилось Сразу Такое Чувство Что Я Пойду В Эту Церковь Ну Когда Уже Приблизился Скажем Воскресенье Да Я Уже Работал Тогда Там У нас И Я Думал Ну Давай Немножко Думаю Пойти Мне Или Немножко Подождать Потому Что Если Туда Пойду То У меня Не Будет Возможно Что Делать Там Нельзя Это Ограничить Мою Жизнь Ограничить Мою Жизнь Но Я Опять Читал Новый Завет И Там Написано Осторожно Будь Со Днями Я Тогда Подумал Если Что Что Случится В Эти Дни То Тогда Что